Привет, друзья! С вами Владимир Шемет. Нахожусь сейчас на отдыхе в отеле Albatros Aqua Blue 4 звезды в Шарм-эль-Шейхе. И я сейчас иду на пляж, иду пешком на пляж отеля. Да, можно было бы поехать на трансфере, но учитывая те моменты, то количество видео, которые нужно записать для вас, иду пешком для того, чтобы записать для вас полезное видео и подсказать вам некоторые советы, друзья. А именно в этом видео я вам расскажу за несколько вещей, предметов, которые вам нужно брать в Шарм-эль-Шейх на отдых, потому что именно эти вещи для некоторых туристов могут очень пригодиться. Итак, самый главный предмет – это средства от комаров, друзья. Смотрите, есть разные средства, вот, но очень часто бывает, что на территории отеля иногда не всегда травят насекомых. И эти комары – это не совсем такие, как вы привыкли, как у нас дома комары. Они маленькие-маленькие. Лично я даже не слышал, чтобы они пищали, когда летают. Хотя супруга говорит, что они все-таки пищат. Так вот, чтобы у вас не было проблем на отдыхе, чтобы у вас эта зараза не кусала, обязательно берите с собой фумигатор в номер. Потому что, если вы это не возьмете, и если будут на территории отеля эти комары, они просто ночью не дадут вам спать, если вы откроете окно, либо вообще там проветрите. То есть они быстренько так налетают в комнату, и потом всю ночь кусают, друзья. И, кстати, еще они какие-то такие интересные. То есть ты хочешь его убить, как обычного комара, а он быстренько так улетает, и ты даже не успеваешь его хлопнуть. Вот. У нас так произошло с нашей дочкой. Ее покусали очень сильно комары. Это, конечно, выглядит неприятно, некрасиво. Но это не клопы, не еще какая-то вот эта гадость. Вот. А именно эти египетские комары, друзья. Поэтому обязательно обращайте внимание на это и берите с собой хумигатор. Ну, а, друзья, в чем суть наших украинских средств, вот этих хумигаторов? Смотрите, в принципе, как бы самое главное взять именно само устройство. Вот. А вот это средство, которое вставляется, там, вкручивается, это уже не так важно, потому что многие туристы говорят, что те средства, которые все туристы везут из дому, из Украины, не очень сильно, ну, вообще не помогают от этих комаров. Друзья, я лично не проверял, потому что мы купили этот хумигатор здесь, именно в Египте. Вот. Заплатили мы за него 4 доллара. В комплекте уже и шел сам фумигатор и вот эта вот жидкость. Включаем на ночь и вообще никаких проблем, то есть комары реально не кусают. Поэтому, друзья, это самый главный предмет, за который туристы очень часто не думают, не знают, и потом сталкиваются с такими проблемами на отдыхе. Берите хумигатор, чтобы у вас не было проблем. Второй предмет, друзья, это тройник. Берите с собой тройник. Если у вас несколько мобильных устройств, там, ICOs и ноутбуки и тому подобное, очень часто такое бывает, что в номере может быть только одна розетка. И если вам нужно зарядить одновременно несколько устройств, увы, друзья, с этим у вас будут проблемы. Поэтому обычный тройник из дому взяли, положили себе в чемодан, и у вас не будет проблем на отдыхе. Это тоже поможет вам более комфортно отдыхать и заряжать ваши гаджеты. Ну, а тем, кто берет очень много различной техники, это такой человек, как я, то есть у меня там несколько, получается, пару камер, пару телефонов, ноутбук, ICOs, там, пауэрбанк и тому подобное, я вообще беру с собой целую переноску, друзья. Потому что розетка иногда находится в очень неудобном месте, и просто сидеть на полу, либо ставить стулья и тому подобное, чтобы сесть возле розетки и заряжать, и работать, к примеру, за ноутбуком, не всегда удобно. Поэтому я всегда с собой беру целую переноску. Дальше, друзья, не мера необходимости, но то, что желательно тоже взять с собой из Украины, если вы летите, на отдых. То, что в Египте, в отелях, это проблема с алкоголем. Нормального алкоголя в отеле по системе all-inclusive нет, то есть бесплатного нет. И наливают местный. Местный, он, во-первых, имеет там меньше градус, во-вторых, он сомнительного качества. В общем, чтобы напиться местным алкоголем, нужно очень-очень постараться. У меня такое впечатление, что если его выпить много, быстрее отравишься, чем напьешься. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам было весело, если вам нужен нормальный алкоголь, вы хотите выпить нормальной водки, либо каких-то там виски, бренди или тому подобное, то есть вкусного и качественного, берите с собой из Украины, либо покупайте в Дьюти Фри. Вот, потому что цены в отелях на алкоголь космос, да, и вообще, ну, как бы цены на алкоголь в Шарм-эль-Шейхе я, кстати, особо не разбирал, но я знаю точно, что в Шарм-эль-Шейхе есть Дьюти Фри. И из прошлых поездок я знаю, что в этих Дьюти Фри, именно в самом городе, цены выше. Тем более, что купить вы в этих Дьюти Фри, которые находятся в городе, можете только в течение двух дней с момента прилета, потому что потом уже пропуск в Дьюти Фри не будет работать. Пропуск это имеется в виду штампик в паспорте, когда вы прилетели. Поэтому алкоголь берите с собой по количеству, если вы хотите положить чемодан. Литр на чемодан крепкого алкоголя, то есть одна бутылка крепкого алкоголя на чемодан. Если вы хотите взять больше, ну, если вы летите на неделю, вы пьете немало, лайфхак, друзья, переливайте в пластик и провозите больше. В принципе, никто никогда не проверял. Но это не моя рекомендация, это я рассказываю опыт других туристов. Дальше, друзья. По системе All-Inclusive почти во всех отелях есть, естественно, пиво. Я не могу сказать, что оно вкусное. Для меня оно совсем невкусное. Но оно есть. И, в принципе, многие туристы его пьют. Из-за того везти пиво это сложно, потому что много пива вы не наберете такого количества на весь период отдыха. Поэтому придется пить отельное пиво. И, друзья, в чем суть? А суть в том, что к пиву особо ничего в отеле нет. То есть, если вы хотите там каких-то, ну, какую-то тараньку либо какие-то там, знаете, рыбка такая сушеная, там кальмары, там осьминоги и тому подобное, друзья, этого вы ничего здесь не найдете. Поэтому берите с собой рыбку либо еще что-то в этом роде. Это все можно положить в чемодан, привезти сюда и попить не очень вкусное пиво местное с той рыбкой, которой вы можете привезти. Так что еще один лайфхак, который может вам пригодиться. Мы всегда, в принципе, вот так вот, когда едем в Турцию, едем в Египет, берем с собой вот этот вот сушеный тунец с такими вот нарезанными длинными дольками, как они дольки, ну, не знаю, в общем, структура такая. Он, ну, хорошо транспортируется, никогда не придирались в аэропорту, ничего, то есть, к этому вопросов нет. Поэтому, если хотите что-то вкусненькое к пиву, берите с собой из Украины. Дальше. В супермаркетах можно купить чипсы. В прошлом году я покупал чипсы, они, кстати, недорогие, правда, не помню, сколько стоят, но в этом году мне позвонили туристы и сказали, что они отравились чипсами из супермаркета. Поэтому в этом году мы чипсы не покупали, а просто обошлись рыбкой, которую привезли из дому. Друзья, и последнее, что может пригодиться на отдыхе, это не каждому, но тот, кто курит Айкос, увы, друзья, берите с собой. Берите с собой сколько, сколько вам нужно, имеется в виду, есть правила перевоза. 100 штук на один чемодан. Но я брал с собой два блока на чемодан, никто вообще не придирался. В Египте вы особо, наверное, его не купите, а если и купите, дорого, потому что многие друзья, которые имеются у меня здесь, в Шарм-эль-Шейхе, просят привезти им Айкосы, просят привезти им вот эти стики для Айкосов. То есть я сам курю Айкосы, и я себе лично брал два блока на чемодан. То есть никто ничего не проверял. На самом деле, есть официально разрешение, имеется в виду 100 штук на один чемодан. 100 штук самих стиков. То есть в пачке 20, в блоке 100. Понятно? То есть если вы едете на отдых, курите Айкос, обязательно берите стики, потому что если вы их захотите тут купить, я думаю, вы найдете место, где их можно купить. Это вполне реально, но очень тяжело. Но цена будет такая, друзья, что вы просто будете в шоке. Поэтому стики берите с собой, и тогда у вас не будет проблем. Друзья, это было несколько предметов, вещей и продуктов, которые вам нужно брать с собой на отдых для того, чтобы он был комфортный. Вообще, на самом деле, есть, конечно, больше список, который желательно с собой брать. Но именно вот то основное про то, что турист может забыть, либо не знать, друзья, я постарался вам рассказать в этом видео. И если для вас эта информация была полезна, то, конечно же, поделитесь этой информацией в своих соцсетях. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях под этим видео. Я постараюсь дать вам на них ответы. Ну, а если вы можете чем-то поделиться, полезной какой-то информацией для меня, для туристов, вот, тоже пишите это в комментариях. Я обязательно это почитаю. Ну, и не забывайте подписываться на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Желаю всем самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. Всем позитива, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова